Тогда же появился наш объект, любимый слепушонки, о котором я расскажу позже. Им занимается и Антонина Викторовна Смуркачева. Итак, что такое детерминация пола и почему я назвала лекцию «Правила и исключения»? Пол реально – это некая совокупность характеристик организма, которая определяет роль данного организма в половой процессе, размножении. Половой процесс необходим, потому что в результате происходит объединение генетического материала родителей. И, что очень важно, затем следует рекомбинация и процесс обогащения фактически генетического разнообразия, что необходимо для адаптации к изменяющимся условиям среды. А детерминация пола фактически – это выбор пути развития организма. И он начинается очень рано. Вы все прекрасно знаете, что существует некий половой деморфизм. Вот видно эту картинку? Вот эту картинку видно? Или она закрывается? Замечательно. Проблема в том, что у нас очень рано начинается половая дифференциация. И это, с одной стороны, здорово, а с другой стороны, это плохо, потому что с этим связано множество нарушений. И, собственно, дифференциация начинается когда? Когда мы получаем разный набор от родителей. И вот различия по ДНК, которые сопряжены не только с половыми, но и с аутосомами, но мы получаем и некие эпигенетические различия. А в чем это выражается? В первую очередь, это доступность ДНК через изменение уровня метилирования, что ведет к изменениям в транскрипции. Я немного потом расскажу об этих эпигенетических штучках, но на самом деле это та область, которая только сейчас начинает более-менее изучаться. Но и вот эти различия, которыми мы обладаем, они фактически привели к созданию концепции сексома. Она довольно молодая, несколько спекулятивная, но вот такие громкие названия статей, например, как статья Арнольда, которая фактически является отцом, основателем этой новой концепции, что все у нас завершилось пониманием, гоноцентрического понимания детерминации пола, и что нужно заниматься именно изучением сексома, и заниматься нужно буквально вот с первых делений, потому что экспрессия генов различается уже на самых ранних стадиях развития, буквально на стадии восьми пластомеров. И самые важные гены, которые сопряжены, например, с сперматогенезом, расположены на Y-хромосоме и X-хромосоме, его аналог, вот это Пиев, уже экспрессируются по-разному пластоцисте. Фактически, к чему приводит такой акцент на раннем развитии? К тому, что, во-первых, мы начинаем понимать, что то, как будет развиваться организм дальше, как он будет существовать, зависит от того, что происходит на самых ранних стадиях развития. И во многом первые деления обусловлены тем, что привнесли гамету. На самом деле, это очень такой интересный момент, и у меня вот только что вышел обзор, я потом в конце его покажу. Там есть несколько ссылок на те исследования, которые связаны с ранним развитием, и в частности, что происходит с первыми пронуклеусами, и как это дальше влияет на дальнейшее развитие эмбрионов. Почему так важно еще останавливаться на эпигеномных всяких регуляциях? Во-первых, появились работы, говорящие о том, что эпигенетика в понимании генетиков, а не в понимании эпигенетической теории, например, Шишкина, эволюционной. То есть именно эпигенетика с точки зрения генетика, сопряженная с метилированием, об эквентилированием и так дальше. Вещь абсолютно поддающаяся изучению и крайне важная. Дело в том, что часть таких меток имеет тенденцию наследоваться. И знаменитая песня о том, что от любови бедный ребенок будет бледный, на самом деле имеет под собой некие физические вещи, связанные в первую очередь с вот этими комплексами H4K4, H4K27-метилированными, потому что метки передаются как минимум третьему поколению. И эти метки, обусловленные зачастую физическим состоянием, в первую очередь отца, фиксируются в гаметах, в сперматозоидах и, соответственно, оказывают влияние на состояние хроматина и тем самым оказывают влияние на транскрипцию различных генов. Это нужно иметь в виду. И не случайно все рекомендации врачей по поводу того, что нельзя иметь детей по крайней мере 3 месяца после заболевания любой вирусной инфекцией, включая грипп, но, естественно, ковид, они во многом сопряжены с тем, что накапливаются какие-то небольшие мутации, которые нежелательно передавать потомкам. И общее физическое состояние, включая стрессовые факторы, также оказывает влияние на метилирование и, соответственно, на дальнейшее развитие, на персистирование, укрепление этих, сохранение этих меточек и, соответственно, дальнейшее развитие. Но это, так сказать, некие нюансы, а на самом же деле, в принципе, почему так важно детерминация пола, почему важно заниматься эволюцией полового поведения, размножения и, соответственно, к чему вообще все эти высокие слова связаны с половым отбором, который, собственно, вел нам Дарвин. Дело в том, что привлечение и привнесение нового генетического материала способствует, с одной стороны, увеличению скорости эволюции, с другой стороны, как бы, в принципе, интенсифицирует процесс эволюции. И в этом деле очень важно учитывать рекомбинацию, потому что все, что связано с рекомбинацией, сопряжено с сохранением и повышением генетического разнообразия, с одной стороны, с другой стороны, с элиминацией вредных мутаций и тем самым с повышением жизнеспособности. А отсутствие рекомбинации может привести вид к вымиранию так называемых рыбовик Мерлера. Но есть, конечно, издержки, потому что при половом размножении мы платим реально двойную цену, потому что наследуется лишь половина генов теплоидного организма. Ну, как и во всяком процессе, есть исключения. Ну, в частности, вообще, кому нужен этот самый пол, если есть такие существа, как долодные калавратки, у которых как бы его нет. Почему я говорю «как бы»? Потому что первые работы, которые были посвящены калавраткам отсутствия у них полового процесса, тем не менее заострили внимание на то, что тоже должно у них быть какое-то генетическое разнообразие, иначе среда изменится, а калавраточки вымут. И оказалось, что, в принципе, есть некие данные по поводу того, что, возможно, из-за такого явления, как горизонтальный перенос генов, эти животные получают некое новое генетическое разнообразие. Возможно, что даже у лишенных миоза, делоидных калавраток, вот именно один и два, самый интересный объект, все равно происходит некая рекомбинация, потому что, в принципе, рекомбинация известная для метоза. Более того, появились позже работы на той же одените ВАГИ, что, в принципе, да, у них нет гомологичных хромосом, значит, у них нет миоза, но все-таки существует, как было показано в последней работе, в которой я с удовольствием отмечу еще и наши изофлавы, и вообще замечательных людей, которые принимали здесь участие, в частности, у Торга Вахрушева, Георгия Базукин, Мария Лугачева, Алексея Кондрашова, очень интересные. Все-таки есть отдельные следы в геноме калавраток, которые показывают, что что-то такое там происходило у них. Может быть, не сейчас, может быть, давно. Так что не все так просто. И вот еще одна работа, в которой также участвует наш завлап, Ян Калимов, вместе со своими многолетними, десятилетними коллегами из Франции, в частности, Кристофом Хагом, по поводу Дафнии, которые также, как вы знаете, могут размножаться портенгенетически. И очень долго существуют клоны, которые десятилетиями, десятками поколений не имеют самцов, только самочи клоны. Но тем не менее, вот этой группе авторов удалось скартировать некий локус, который сопряжен и с женскими клонами, и с генетическими гермофродитами. И в частности, в этом локусе они нашли фрагменты генов, которые сходны с геном трансформер, характерным для перепончатых крылок, и геном СОКС-9, который просто наше все, в том числе и для детерминации пола по позвоночнику. Также интересные случаи портенгенеза известны и для позвоночных, в частности, для рода Даревски, который назван, как вы знаете, в честь Лидаревского, замечательного зоолога, много лет проработавшего в Зине, который, собственно, описал этих ящерц. У них не все так просто. Во-первых, с длительностью существования видов, по-видимому, это достаточно молодые виды, недолго существующие, в отличие от злобных калавраток. Очень интересные работы также вот сейчас были сделаны по биозу у гибридов этих самых портенгенетических ящериц и эраберционских транслокаций, сопряженных с этим. То есть спектр видов, которые могут размножаться неполавым путем, достаточно велик. Но тем не менее, тем не менее мы приходим к тому, что рано или поздно эта цепочка о сексуальности обрывается, потому что необходима рекомендация. И, в принципе, вот название вот этой статьи, что все эукариоты являются сексуальными, если не доказано обратно, абсолютно верно. И в первую очередь это сопряжено с тем, что все наши эукариотические формы живые существуют благодаря миозу. По-видимому, это был эрморфоз, который, собственно, и привел к тому, что эукариоты существуют в том виде, как мы их сейчас знаем. И именно формирование миоза, который высоко консервативен, может давать при сохранении миоза различные буквально букеты способов размножения. Следует отметить, что в нашей стране лаборатория Юрия Федоровича Богданова теперь акцент Леонидной Коломицы в Москве в Институте общей генетики и ряд лабораторий здесь, в Петербурге у вас, в частности, в лаборатории Кагинской, занимаются миозом очень давно. И целый ряд общеволюционных моментов, связанных с миозом, был разработан именно в этих лабораториях. Надо сказать, что мировое сообщество миозников не очень велико. Где-то это несколько сот человек всего. И они все прекрасно знают друг друга и очень ценят работу наших отечественных коллег. Это отрадно. Итак, вернемся к нашему половому поведению, которое завязано миозом. К половому размножению тоже. Замечательная статья вышла 6 лет 8 назад. Почему существует так много способов? Действительно, если посмотреть на эту статью, мы увидим, что у нас могут быть половые хромосомы X0, XY или XY. Комплексные хромосомы, множественные имеется в виду. Может быть гетерогометный пол, соответственно, самки. В таком случае мы имеем систему ZW. Могут быть гамамуфные половые хромосомы или неопределенные, но при этом мы явно имеем генетическую систему определения пола. Возможно гемогермофродиты, возможно терминация пола через среду, гаплодиплоидии, что характерно для многих насекомых и беспозвоночных в целом. И очень редкий случай, на котором я не буду восстанавливаться, это терминация, элиминация одного из родительских геномов. Видите, что рептилии слетятся буквально разными цветами, просто потому, что в этой группе есть множественные примеры различных типов детерминации пола. И получается, что эволюция системы определения пола включает возникновение развития, в первую очередь, половых хромосом, то есть таких групп сцепления, наследование которых коррелирует с полом. И параллельно возникновение и эволюцию генов, а точнее каскадов генов, которые обеспечивают развитие соответствующих признаков и функций. При этом есть стратегия, поскольку детерминация пола на самом деле может быть одинакова у разных организмов. Есть некий первичный сигнал, может быть разным для самцов и самок, и мы имеем генетическую систему детерминации пола, либо зависящую от температуры. Затем есть некий ключевой ген, который отвечает на первичный сигнал, ген-переключатель. Ген, еще один двойной переключатель, от которого зависит выбор. Вот этот анализирует, а этот, соответственно, переключает. И затем уже тактика, может быть, очень различная. Это конкретный каскад генов, и различается он не только на уровне типов, и может различаться на уровне видов внутри, например, одного года. Ну и плюс есть, естественно, эпигенетические факторы. Эта часть более-менее понятна, вопросов пока нет. Мобильные генетические элементы в раннем эмбриональном развитии. Да, это очень сложная тема. Если мы сейчас туда углубимся, нам не хватит времени. Но вот опять же могу посоветовать просто Google Scholar в помощь. И в принципе в моих статьях есть отсылки на статьи по мобильным элементам. Это реально очень интересная тема. Пара новых ссылок. Да, еще вопрос, пожалуйста. Вопрос. А у спроматозоидов у нас не гистона, а протамины. Как получается наследование эпигенетических меток? Что у нас нет гистонов, а они же заменяются при спроматогенезе. Да, 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 конечно. Но метка сохраняется, тем не менее. А она сохраняется на протаминах, и они как-то здорово, интересно. Ну вот та работа последняя, которую я видел 22-го года уже, да. Там как раз она была сделана на протанинах. Могу прислать ссылку. Это очень быстро развивающаяся. Метка может быть не только на гистонах? Да, конечно, конечно. У меня вот какой вопрос. Возникновение таких экзотических систем, как у однопроходных. Я знаю, что еще у каких-то южноамериканских лягушек есть похожее. Я немножко остановлюсь на этом. Я остановлюсь на этом. Там немножечко дальше будет. Тогда, если можно, в конце лица этот вопрос. Хорошо? Хорошо, спасибо. Так, тогда идем дальше, да, по возможности. Чего-то закрою. В принципе, выбор пути развития. Вот это вот самый важный вопрос, который, собственно, связан с мобильными элементами тоже отчасти. Фактически, да, очень важно понимать, что, в принципе, эта система очень подвижна. И это все реально вот это и самая история борьбы оппозиционных сил. И второй важный момент, который я несколько раз буду подчеркивать, это время, когда происходят какие-то изменения и когда, собственно, включаются те или иные гены. То есть то, что связано с детерминацией. Детерминацией. Достаточно долго были концепции по поводу того, что то, что связано с детерминацией пола в зависимости от среды, существенно отличается от того, что генетически детерминировано. Но на самом деле это достаточно условная вещь. И последние годы, по крайней мере, на черепахах это было показано. То есть фактически получалось, что детерминация средовая случается позже. А генетическая детерминация в момент оплодотворения. Как сначала пытались раскрутить, особенно группы Волинсуэла, с этим много работало. Что происходит, если нет половых хромосом? На самом деле они, конечно, есть, просто мы их не идентифицируем. Не идентифицируем эти факторы в первую очередь. В любом случае оказывалось, что все равно должен быть некий индикатор, который будет включать последующую систему генетического каскада. И вот в любом случае это оказывалось завязано на стереодогенный фактор 1, который также и участвует в детерминации полонекопитающих. В какой-то момент было показано, что бипотенциальная гонада у черепах может реагировать на изменение температуры. И, соответственно, в зависимости от изменения температуры вот этот конкретный фактор, сопряженный, как вы видите, с материированной меткой, будет фактически разветвлять на цепочку, на формирование семенников или яичников. При этом должен обязательно быть включен ген ДМРТ-1, который также участвует у млекопитающих, но на самом деле он участвует больше в развитии яичников. Это более поздняя статья, статья 20-го года, и здесь в качестве сенсорной системы также была задействована система, связанная с данным фактором. Вы потом можете посмотреть вот эти статьи. Я специально практически везде вставляла заголовки статей. Можно пойти через Google и их посмотреть. На самом деле все эти теории как бы становятся не теориями, когда мы смотрим, что происходит в природе. И вот это очень яркий пример того, что за несколько лет, буквально в десятилетии, произошел сдвиг по соотношению полов из-за изменения климата. Это очень яркий пример, который сделан на австралийских, соответственно, в Великобритании. Это такая очень простенькая схемка, которую я специально сделал, чтобы как можно больше упростить систему эволюции половых хромосом и показать, что те концепции, которые существовали в последнее время, они излишне упрощены. На самом деле, еще в 2014 году Мюрлер сформулировал в работе по дрозофиле мысль о том, что должен возникнуть некий фактор, и именно его возникновение приведет к ограничению супрессии рекомбинации в некоем отделе хромосом. И это в дальнейшем приведет к дифференциации половых хромосом. Реально именно это и разбил далее он. Вот, по-моему, в чате появился еще один вопрос. Подробное пособие по искусственным изменениям полугрызунов или других млеков. Нет, я такого пособия не знаю, но есть достаточно интересная статья. Я потом ее, может быть, упомянула по поводу того, что возможно изменение пола. Такая внутренняя борьба самки с самцом, который присутствует в обликопитающих. На самом деле, это несколько дефектная линия мышей, которая была выведена в начале 2000-х. И на ней пытались посмотреть, происходит ли изменение пола. Уже у взрослых организмов. В норме это невозможно. И, собственно, никакого такого пособия по изменению пола угрызунов быть не может, поскольку все-таки у млекопитающих достаточно жестко детерминировано определение пола через половые хромосомы. Так, идем дальше. История открытия половых хромосом в двух словах. Это очень древняя история, так скажем. Видите, первый год изучения миоза у кузнечиков, опять же. И фактически впервые половые хромосомы были описаны на Эти Стивенс в 1905 году. И затем в работе, как это вообще часто бывает, это было опубликовано в научном отчете, даже не в статье. И затем уже в статье ее научного руководителя Уилсона было подхвачено и введено в литературу. Позже уже Y-хромосом появился позже, тоже в работе Уилсона. Тут такое маленькое уточнение. Мы говорим все время, что гетерогамидный пол соответственно XY-хромосома. Если гетерогамидный пол сам цвет, и человек это разофил. Но нужно отчетливо понимать, что вот эти буквы XY либо ZW не имеют ничего общего с составом генетическим этих хромосом. И соответственно XY у человека гетерозофилы не имеют ничего общего по генетическому составу. Это просто обозначение. Вернемся наконец к самому интересному. Какие могут быть сочетания соответственно вариации типов половых хромосом. Как видите на этой схеме они колоссальны. Очень сложно изучение половых хромосом проходит урыб. Только в последние годы там появились некоторые прорывы. Также сложные вещи происходят у амфибий. Очень хорошо происходит это все у черепах. Я уже упоминала группу Валенцелы, которая активно с этим работает. Ну вот немножко расскажу сейчас о черепахах и далее. То есть такой исследователь как бланш-капель очень активно работает в этом направлении и соответственно публикует замечательные обзоры, которые вы можете посмотреть в GENETICS ревью. По поводу амфибий возможно здесь будет ответ на вопрос который уже поразвучал. Очень интересный обзор японцев публиковался недавно. Есть такой журнал как Sexual Development выходит недавно с 2007 года но за эти годы уже много хороших работ. Здесь показаны совершенно потрясающие вещи. Внутри одного вида фактически мы имеем разнообразие половых хромосом. Эволюцию от XY типа ZW либо наоборот. Но скорее всего в этом направлении. По крайней мере для одного вида показаны 5 географических групп. И вот сейчас эта система генетической детерминации в данном роде раскручивается. В этой группе как раз показано, что у вот этих южноамериканских лягушек видимо их имели ввиду очень сложный миоз и как минимум 12 половых хромосом. То есть 12 хромосом будет участвовать именно в детерминации пола. Вообще система множественных половых хромосом достаточно раскручена сейчас тема. И мы можем посмотреть чуть позже это на утконосе. Пока я хочу показать опять же еще раз вернуть ваше внимание к тому, что группа древних рептилий, включая различных черепах, включая крокодилов, очень интересная потому, что для них характерны самые разные типы детерминации пола. и видимо вот этот переход от одной системы в другой происходит достаточно быстро, но быстро не во временном плане, поскольку это группы живущие в эволюционном плане, а именно в плане, видите, здесь можно даже последить по поводу времени, в общем, конечно, это все не быстро происходит, но разнообразие очень велико. и это говорит о том, что стратегия, собственно говоря, одна и та же, то есть это детерминация всего двух полов, не более, что сопряжено с миозом, но тактика очень разная. Я вижу, что в чате появилось очень много вопросов. Я могу озвучить для вас вопросы. Тоже вопрос. При внезапной смене системы детерминации, как решается вопрос дозовой компенсации? Дозовая компенсация тоже очень сложный вопрос. Как раз тоже немножечко потом, когда буду говорить о бутконосе, в прошлом году вышла статья, вы, наверное, ее знаете, в Science, которая позволила несколько по-другому взглянуть именно на систему дозовой компенсации. Сложно она решается. И буквально на днях я рецензировала статью по такой аномалии, которая иногда встречается у человека, кариотип 49, 5Х хромосом. Это приводит к колоссальным нарушениям и в первую очередь, судя по всему, из-за дозовой компенсации. Мне кажется, что на эту тему просто надо читать другую лекцию. Вы не можете немножко уточнить вопрос, что было бы интереснее узнать, как происходит этот механизм? Ну, если внезапно меняется система, то есть там происходит заново, грубо говоря, формируется Y-хромосома, как формируется ли в этом случае новый механизм дозовой компенсации или он наследуется от предыдущего? На этот вопрос вам никто не ответит, по-видимому, пока. По крайней мере, я таких работ не знаю. А вот, скажем, на тех же японских лягушках оно не изучалось? Нет, не знаю, опять же, чтобы они изучали это. И очень сложные подходы к этому, понимаете. Дело в том, что ведь реально дозовая компенсация начинает работать на пальцах, если да, со второго деления. Для этого нужно каким-то образом синхронизировать культуру, например, разведения этих лягушек и смотреть, что происходит при каждом делении. Это колоссальная работа. Частично ваша... Как это вообще происходит у амфибии? Я знаю, как это происходит у насекомых, у млекопитающих. У амфибии я не нашла пока что. Я тоже таких работ, к сожалению, не знаю. Думаю, что пока просто нет подходов к этому. Если вот эта японская группа, например, будет работать дальше, наверное, удастся что-то посмотреть в эту сторону. Но на самом деле даже у млекопитающих это ведь по-хорошему неизвестно. По крайней мере, у нашего объекта, у которого 2x-хромосомы у самцов и у самок, и при этом мы видим, что инактивация есть и у самцов и у самок. Тоже пока нет подходов к тому, чтобы посмотреть, что происходит на ранних этапах развития. Так, тут еще какой-то вопрос в чате появился. Да, тут есть два вопроса, примерно похожих по смыслу. половой импринтинг тоже, да. Понимаете, вот опять же с лягушками, да, вот это терминация пола, ведь разные виды же есть. И у нас есть и система xy, и система, соответственно, zw. И вот надо, соответственно, рассматривать, что в данном случае будет импринтингом и в том и в другом случае. То есть нужно смотреть на каждом конкретном виде. Пока вот единственное, что могу сказать. Давайте немножко дальше продвинемся. Я чувствую, что, да, тема очень интересная, но далеко не на все могу ответить, просто не совсем работаю сама. Там еще висят опросы, но если что, можно их наконец оставить, не знаю. Ну, может быть, кто-то устно просто просит. Это проще будет. Да, это вообще хорошее. Я просто не вижу все. Давайте вы спрашивайте устно сразу. Ну, вот, например, я просто зачитаю, не знаю, насколько выгодна зависимость влияния температуры на половую дифференциацию. Если температура влияет на все эмбрионы, не будет ли полового тупика все мальчики или все девочки? Ну, вот это одна из гипотез, почему вымерли динозавры. Да, вот эта вот отсылка к ящерицам, которые в Австралии с изменением климата изменилось соотношение полов, это реально именно тот случай, когда вид просто может исчезнуть, потому что будет больше самцов, либо они будут только одни самцы, либо одни самки. Да, следующий, если можно. Но ведь те же динозавры размножались и в условиях Крайнего Севера, так что маловероятно, что они... Да, но вот они же почему-то вымерли в конце концов. Крайнего Севера мы температуру не знаем, может быть, у них сместилась вот эта температурная мяточка, как у ящериц. У пресмыкающихся очень бурно происходит смена системы детерминации и в другую сторону. Как-то, по-моему, маловероятно, что у всех динозавров была строго одна и та же система. Абсолютно согласна с вами. Я сейчас покажу гекконов, у которых там узнают, что происходит. И еще один вопрос. Каким образом определяется пол, если геномный пол вступает в конфронтацию с факторами внешней среды? Геномный пол, если он определяется геномным образом, он уже сформировался. Если происходят какие-то нарушения из-за как раз множественных половых хромосом, каких-то факторов, иногда бывает, что, например, мультикопийность и сырвая очень большая, уже транскрипционная активность нарушает некие развития каскада генов. Я потом покажу проблемы, связанные с нарушением работы инхансов, например. А со средой это половой отбор в чистом виде. То есть, естественно, что есть судьба одного организма, есть судьба вида, который, соответственно, имеет эту новую систему детерминации пола. Будем смотреть, что получится. То есть, естественно, отбор в действии начало селекшн. Да, соответственно, очень интересная тоже работа, которая была сравнена давно уже по аллигаторам, тоже сопряженная с действием температуры. И если вот интересуют эти работы по генам-кандидатам, здесь также фигурируют те, что активно изучают селекопитающих СОКС-9 и ФОКС-2. Это я к тому, что на самом деле список этих генов-кандидатов достаточно ограничен. И вот на этом слайде тоже видно, что группы генов семейства СОКС, к которым мы относимся с РВАЙ, также их количество ограничено, они мигрируют с аутосона половых хромосомы и периодически попадают в поле зрения у нас исследователей. И вот это совершенно замечательная схема, которая была опубликована уже 10 лет назад по поводу того, насколько динамично происходит изменение пола у рептилий. То есть все, что касается группы гекота, она просто фантастически интересна. И здесь может быть, видите, у разных видов и температурная дотерминация, и, соответственно, изменение гетрохромосомы мужской и женский пол и множественные половые хромосомы. То есть получается, что на самом деле половые хромосомы могут быть неким драйвером видообразования. Дженнифер Грейвс, который занимается большей частью сумчатыми, один из лидеров изучения детерминации по млекопитающим, много лет назад уже опубликовала работу по поводу того, что именно изменения в половых хромосомах могли привести к расхождению основных круп млекопитающих. Но, в принципе, мы тоже пытались это показать, эта идея работает, судя по всему, и на уровне именно видообразования, то есть формирование новых видов и дальше породу. Вот это тоже одна из статей Грейвс, которая связана с тем, что возможно, что эволюция детерминации пола, но в данном случае половых хромосом как раз сопряжена с эволюцией дозовой компенсации. Это очень глубокая мысль и реально вот тот вопрос, который задавался здесь, не знаю, отчество, извините, Евгения Лосокова. Да, он реально очень интересный, очень важный. Вообще, все, что связано с инактивацией хромосом млекопитающих, в частности, активно изучается, вы знаете, на работе группы Закияна из Новосибирска. Очень, очень перспективная работа. Оно немножко дальше по полу, просто у нас время все-таки ограничено. Да, и вот это как раз подтверждение к тому, что на самом деле половые хромосомы могут эволюционировать очень быстро. Сейчас просто вот вау был этих работ, в частности, специальный номер в одном из крутейших журналов был на эту тему. То есть к этому нужно относиться не как к чему-то устоявшемуся, незыбливому, а именно как к очень быстро эволюционирующим вещам и, соответственно, заслуживающим изучением. Все, что касается импринтинга по поводу хромосомы, тоже уже достаточно давно находится в поле зрения, но, честно говоря, для нашей, например, системы, о которой вы рассказываете, у слепушонок, мы не смогли получить достоверных данных по поводу импринтинга. Как ни парадоксально, достаточно плохо изучена детерминация полуптиц. Вот профессор Смирнов, который работает в Петербурге, очень активно этим занимался, но в последнее работное время я что-то не вижу его работ. И на самом деле странно, потому что, в общем-то, цыпленок как бы такой общепринятый объект в эмбриологии и в биологии развития и в генетике развития. Тем не менее, вот только последние годы появились хоть какие-то работы, связанные с тем, как, собственно, происходит именно формирование гонат в раннем развитии. И если сравнивать, собственно, степень изученности птиц и млекопитающих, а птицы, в общем, фактически, грубо говоря, те же ящерицы или ящерицы, те же птицы, в общем, крайне близки и, естественно, было бы интересно изучать именно это в эволюционном контексте. Только сейчас хоть какие-то параллели начинают проводить между детерминацией полуавлекопитающих и птиц. И, в общем-то, это все по-прежнему сопряжено именно и с развитием механизма дозы компенсации, с изучением именно прогенитурных клеток и вот этих клеток герминательной линии. Здесь тоже эту схемку я привела специально для того, чтобы можно было посмотреть, насколько рано на самых ранних этапах развития именно включается и выключается дозовая компенсация и насколько это важно именно для формирования эмбрины в целом. лет уже семь назад вышла вот эта работа по поводу утконоса и эта работа была дальше нам чуть позже у меня будет, извините, тогда уже привлекалось внимание к формированию к тому, что происходит в миозе у утконоса и, соответственно, опоссума в сравнении с мышами, то есть с элтериями, как происходит формирование полового тельца, это очень важный такой момент для взаимодействия половых хромосом и йозе и, соответственно, все, что происходит дальше в перемещении, возможном перемещении хромосом с половых хромосом на аутосомы и обратно. Это все очень динамичная система, достаточно сложная для изучения, но, тем не менее, на разных модельных объектах она изучается, но чем больше разных групп мы привлекаем для анализа этой проблемы, тем интереснее запутание она, наверное, становится. Когда мы переходим от изучения низших позвоночных к высшим и далее к млекопитающим, мы упираемся в то, что даже у млекопитающих вот это разнообразие групп и разнообразие как способов размножения от откладывания яиц до вынашивания сумки эмбрионов и, в общем-то, достаточно длительная эволюционная история от этих млекопитающих приводит к тому, что и системы определения пола и половые хромосомы у них очень отличаются. Вы знаете, что у однопроходных множественные половые хромосомы, то есть у ткануса соответственно 10 у самцов и у самок 5х 5у, у ехидна соответственно 9 у самцов, потому что 5х и 4у и соответственно 10 у самок 10х и при этом уже достаточно давно вот грубые Верюнс и Грюснера были показаны гомологии использования системы Зуфиш была достаточно четко разработана система гомологии между всеми половыми хромосомами благодаря тому, что эти гомологии существуют собственно в МИОЗе вот эти слияния, которые вы видите синописис хромосом возможен именно благодаря этим участкам гомологичным В прошлом году в апреле вышла замечательная статья фактически было очень большое перерос в публикациях и здесь не только анализировался генол в частности и утконоса но и фактически была опять раскручена система половых хромосом утконоса с достаточно хорошим покрытием был проанализирован генол и это опять-таки что самое важное вернуло интерес к половым хромосомам но смей заметить что половые хромосомы в норме существует не только у однопроходных но и у приматов это замечательная группа ревонов у многих очень видов существует разное количество половых хромосом и есть даже внутри видовая изменчивость и надо сказать что эта группа сейчас изучается не очень интенсивно и к сожалению не маркированы именно гены детерминирующие полу этой группы но видимо будущие исследования помогут очень много работают также с хромосомами полевок сейчас в частности Светлана Романенко сотрудница группы Александра Графодатского из Новосибирска они очень известны своими работами именно по хромосомному пейтингу и сейчас они активно раскручивают половые хромосомы в том числе и полевок и оказалось что есть группы которые имеют различные половые хромосомы в том числе множественные и в пределах этой сравнительно небольшой группы в частности даже у гнозиоподобных мандаринов в этой полевке одно имеется кориоморф с разным количеством половых хромосом это конечно крайне интересно при этом интересно именно на каких хромосомах выявляются эти самые гены переключатели первичные фактически мы наблюдаем переход неких теоретических построений то есть от канонического пути когда формировался некий гипотеза Мюллер-Оона о формировании некого фактора детерминации пола на одной хромосомы которая что ведет к замедлению либо полном исчезновении рекомбинации в определенном районе и соответственно разнокачественности двух половых хромосом вплоть до исчезновения одной из половых хромосом сейчас существуют гипотезы по изменению половых хромосом благодаря новым процессам и гибридизации и изменения структуры и формирования B-хромосом и соответственно возникновению нового локуса детерминации пола на одной из хромосом и вот во всех этих процессах в частности могут быть задействованы и транспозоны мобильные линии то есть простите у меня вопрос может ли быть быстрая эволюция половых хромосом связана с каким-то внутренним эгоистичным фактором типа миотического драйва или внутриклеточных паразитов типа Вальбахи ну вероятно да потому что все что связано с внутренним паразитом там не только Вальбахи там спироплазма там много сейчас таких показано они они меняют фактически направление эволюции и если предположить что вместе с этим формируется некий фактор который детерминирует собственно пол не только идет отбор на на изменение соотношение полов то что в принципе эти самые эндосимпионты делают но и соответственно формирование некого фактора который может закрепиться одновременно то конечно почему нет вот по поводу метического драйва метический драйв это же такое очень комплексное понятие если мы говорим именно о киллер-системе то да она в принципе может менять структуру детерминации пола но для этого это фактор детерминации пола именно должен быть сопряжен с киллер-системой пока в общем-то мне честно говоря таких примеров не попадалось система тегоплотипов у мышей которая сопряжена с этим метическим драйвом она достаточно раскручена да она известна и сейчас хорошо исследуется мы на наших объектах работаем с метическим драйвом несколько в другой системе когда опять же в этом моем обзоре я пыталась на эту тему немножко порассуждать мы больше работаем с аутосом поскольку работаем с робертсонскими транслокациями и соответственно здесь совершенно четко прослеживается роль не киллер-метического драйва а метического драйва который сопряжен с асимметрией собственно миоза у самцов и у самок и в связи с чем метический драйв драйв у самок когда формируется соответственно полярная тельца приводит к избирательному наследованию определенных транслокаций та же самая система может работать и для половых хромосом естественно и по-видимому часть изменений которые там например были показаны у слепышей связанной с половыми хромосомами с их структурой была обусловлена миниатическим драйвом очень интересная система да конечно можно спросить про бета-хромосомы это получается из них получаются новые половые хромосомы да из тех которые просто наследуются и непонятно зачем нужны и могут быть это они да теоретически мы в принципе не знаем как наследуются бета-хромосомы да но если вдруг бета-хромосомы и вообще мы не знаем как они они видимо появляются в самых разных ситуациях но сейчас очень много работ по поводу того что правда в соматических клетках не в тех что связано с гометогенезом например при хромотреписе получаются некие б-хромосомы и все можно себе представить можно представить что если каким-то образом наследование б-хромосом будет упорядочено и там появится фактор то почему нет вот эти множественные половые хромосомы которые здесь фигурировали да они исходно на самом деле оценивались как бы хромосомы то есть в принципе тоже возможны путь эволюции друг выдел что он пока не показан не доказан но именно вот в этой статье она кстати сбор такой был специальный выпуск в этом журнале можете ее посмотреть как раз тоже делается акцент на том что почему мы не учитываем ту роль бот-хромосомы необходимо учитывать здорово спасибо большое да здесь опять я попыталась вернуться к тому что у нас есть некий ограниченный пол генов которые могут быть вовлечены в детерминацию пола и они интересно мигрируют они могут быть и на половых хромосомах и на аутосомах и это могут быть некие семейства генов какой-то соцгенов это точно вот этот нор-тоген то есть нужно как бы сконцентрироваться именно на них вот и второй момент который нужно учитывать что эволюция хромосом ну как бы она приводит к тому что хромосомы имеют разную структуру и для хромосом человека в частности были разработаны такие понятия как эволюционные страты то есть нечто что сохраняется в хромосоме человек конкретно как самые древние первые страты и дальше они нарастают при этом сейчас выделяют уже как минимум 5 страт для х хромосомы но вот это более старая работа да и можно посмотреть соответственно что более древнее что могло прийти там от предков и дальше формируется вот уже сейчас уже как бы при расхождении внутри приматов и при этом если у х хромосомы много этих страт то все-таки у хромосомы достаточно вырождены и сильно различаются даже у человека и у шимпанзе и видимо вот этого рождения х хромосомы тоже эволюционный такой тренд все очень быстро происходящие процессы и это очень интересно вот но давайте вернемся немножко к собственно генетике детерминации пола генетическим сетям крайне упрощенную просто вот изобразие упрощенная схема хочу показать что есть доминанты в этом процессе SRY-ген о котором будем говорить который должен взаимодействовать с соус-геном но чуть позже покажу как это может быть и соответственно должны быть в цепочке вот FGF9 страшно важные и вот некие гены уже бета-катаминового пути в виде четвертого бета-катаминового пути и возможно эрспондин первый но для развития семенников это крайне упрощенная схема а потом мы покажем что все это очень сложно почему мы все время говорим про SRY вообще что это такое это sex-detain genes Y-chromosom соответственно семейство SOX был вот эта замечательная фотография по поводу того как фотографировали знаменитого мыша именно он был использован в качестве модельного объекта для первой статьи Nature и собственно это вот уже воспоминание о том что наши объекты должны действительно сохраняться в истории ну вот соответственно это соответственно работа которые предшествовали работе 90-го года о том что этот крошечный участочек наконец-то удалось локализовать и в нем собственно сидит этот ген и срывай если же мы посмотрим когда он начинает работать в эмброгенозе мышей оказывается что в общем-то не он первый работает в этом половом валики валики реально у нас еще стереодогенный фактор первый работает в этом половом валики дюнетов брич и соответственно очень хорошо видно что у самцов это до 11,5 дней после оплотворения соответственно а у самочек в этот момент вроде бы ничего не происходит на самом деле там тоже в процессе а уже в 12,5 дней у нас видите уже формирует структура в которой активно работает ген соц 9 то есть в этот момент происходит нечто что запускает детерминацию по мужскому типу если соответственно у нас есть сигнал от гена срывай все реально приводит к тому что формируется некая гонада то есть в чем смысл детерминации все-таки это пока у нас превалирует гонад синтерическая точка зрения у нас должна сформироваться гонада и соответственно семенник либо яичник и происходит это параллельно сформированием соответственно окружающих тканей мозга изменения физиологии и так далее и так далее все строго детерминировано вот если происходят какие-то временные нарушения буквально часы то происходит нарушение развития и это очень важный момент потому что как у шеи так и у человека процесс более растянут но тем не менее должны произойти те процессы которые ведут к формированию гонад и здесь самое важное что происходит с нарастанием количества клеток серплей вот вот этот временной видите временное окно 6 часов наиболее важное и должно сформироваться определенное количество клеток серплей как только они сформируются уже мы можем говорить о том что дальше развитие пойдет так как надо на самом деле количество факторов которые взаимодействуют с срывай как-то на него влияют видимо достаточно велико мы просто этого еще пока не знаем и соответственно факторы которые работают в женском пути изучены еще хуже это все очень сложно детектируемые вещи очень понятно да что нам очень сложно перейти от той системы в которой принято работать синглселс то есть от клеточных культур мы должны перейти к эмбриональным здесь только вот первые шаги делали сериал хотя с каждым годом все больше и больше работ на эту тему что важно еще подчеркнуть что если при развитии по мужскому пути считается что нам важна активация СОКС-9 то при развитии по женскому пути основной путь регуляции это наоборот как бы запрещение чего-то то есть при этом два пути и оба эти пути должны отработать хорошо иначе возможны нарушения итак вернемся к нашему СРВА значит это СОКС-1 ВИГ это Кромосом Вай это очень короткий ген долгое время считала что у него всего один экзон и что у него есть такой чинджиитамин который страшно консервативен и есть некое окружение фактически в чем его функция его функция в том что он должен противопоставить с ДНК которая естественно голая и каким-то образом изогнуть эту ДНК опять же с тем чтобы сформировались вот следующие комплексы что мы видим справа мы видим активацию транскрипции которая происходит при связании продукта сервай с определенным районом ДНК и определенное соответственно сгибание что позволяет собраться этому самому комплексу активатор как активатор если этого не происходит не образуется протеиновый комплекс и комплекс и соответственно у нас происходит некий стоп на самом деле все как догадываетесь все еще хуже совсем недавно в 20 году выяснилось что у мыши которая собственно стала первичным объектом описания сервай это не одна зона а двуэк зоны ген и тут начинаются всякие проблемы проблемы связанные с тем что реально мы приходим к концепции альтернативного сплайсинга мы приходим к тому что у нас формируются два продукта и если вот этот продукт у нас содержит дегрон некий хвост который заставляет продукт деградировать раньше то вот этот стабильный продукт не содержит дегрон и здесь уже возникает вопрос каким образом туда садится этот самый дегрон и что происходит это до сих пор не исследовано для меня это честно говоря как человека не молекулярного биолога а вообще говоря зоолога по образованию это достаточно странно потому что совсем недавно я общалась с биологами из биологии гена которые в принципе не были знакомы с этой проблемой хотя казалось бы это то что должно быть основным в преподавании молекулярной биологии сейчас на каком уровне как происходит регуляция экспрессии гена что соответственно происходит в ситуации альтернативного сплайсинга и чтобы еще совсем вас запутать упомяну вот эту замечательную работу тоже 21 года которая иллюстрирует сложность собственно говоря начало экспрессии самого SRY дело в том что SRY фактически чтобы начал экспрессироваться он должен пройти через некую активацию но его активно защищают те же самые факторы эти 409 населированные в данном случае дважды те же эпигенетические факторы и другие эпигенетические факторы скажем так должны повлиять на хроматит чтобы сделать его активным и чтобы SRY смог экспрессироваться чем больше мы пытаемся вникнуть в эту проблему тем больше мы понимаем как много всего должно произойти одновременно то есть с точки зрения эволюционного биолога здесь совершенно четко идет одновременная эволюция многих многих и многих факторов которые должны коэволюционировать понятно что достаточно сложно сочетать логику анализа вот этих процессов с упрощенным анализом который мы сейчас видим когда анализируем работы по изменчивости генов в частности для построения филогенетических деревьев когда используются реально только какие-то изменения многоприотетных последовательств но вы понимаете что для того чтобы реально функционировал организм даже вот на этом очень стабильном уровне детерминации пола очень много факторов и эпигенетических и регуляционных должно быть увеличено и фактически сейчас мы приходим к тому что эволюция пола как такового детерминации пола это эволюция регуляции транскрипции и здесь в общем-то понятно тогда становится и быстрая динамика этих процессов и быстрое изменение структуры хромосом потому что это все сопряжено с эволюцией транскрипции это прямой выход на концепцию ВДО вот это вот как бы первая такая часть сейчас пойдет немножко более конкретно и более наверное понятно если есть какие-то вопросы может быть я смогу ответить есть более общий вопрос да конечно вопрос что мы говорили сейчас что у нас детерминация пола по пути самки идет запрещая экспрессию генов самца не совсем так запрещая экспрессию гена СОКС-9 в частности да что мы его останавливаем и у нас получается самка а вот на морфологическом уровне у нас же получается обычно ну говорят что самочи пол он первичный и если что-то нарушается то получается самки там та же тестикулярная феминизация как это связать вместе вот я специально не включила поскольку это было для эмбриологов не включила для вас дело в том что точно так же как у нас есть вот эта ситуация с клетками сертили вот видите здесь есть ситуация с гранулезными клетками и там и там есть определенный порог то есть сейчас появилось такое модное выражение что света делает короля а в данном случае вот эти поддерживающие как бы клетки питающие они во многом определяют дальнейшее развитие ганат и действительно если будет такая ситуация когда у нас не сформируется нужное количество клеток сертили то может пойти развитие по как бы псевдо самочему пути другое дело что ганата все равно будет эффективна и точно так же в этой ситуации если не будет полного развития то соответственно будет нарушение развития вопрос в другом вопрос в том что сама ганата которая развивается при нарушениях раннего развития она всегда будет дефективной мы можем получить внешние фенотипические признаки другого пола но мы не получим соответственно каких-то наследуемых признаков связанных с этим просто потому что дальний индивид получится стерильным и это будет тупик эволюции то есть что мы должны оценить в эволюции у нас может быть как бы очень успешный индивидуум но не размножающийся успешный в том что он хорошо живет долго живет здоров и так далее но он не оставляет потомков значит фактически не будет учитываться дальше эволюционном процессе он может размножаться но соответственно его потомки из-за его гамет будут нежизнеспособны это опять же будет тупик эволюции то есть это будет либо отложенная адаптация то что сейчас концепция то есть в принципе опять же мне попалась очень хорошая работа которая называлась основная идея в которой была что вопрос об эволюции это на самом деле вопрос о наследованности если признак наследуемых наследуется в ряду поколений то мы должны говорить об эволюции если он не наследуется то это тупик и вот эти вот системы связанные с нарушением детерминации пола они могут быть очень разными но так же как вот ситуация с 5x хомосом например это эволюционный тупик я собственно как раз хотела на следующих моделях показать где нет эволюционного тупика несмотря на существенное нарушение еще вопросы а как во все это вовлечен ген гзист потому что без 2x хромосомы ведь не получается по крайней мере у человека нормально размножающаяся женская да это очень хороший вопрос опять же существование видов одной хромосомы да я знаю некоторые грузины теряют вообще и x0 определяют мужской пол я как раз об этом сейчас расскажу тогда чуть сдвинемся да если позволите хорошо вот как раз исключение из правил слишком многое срывает есть и такие ситуации и теоретически они должны конечно препятствовать формированию нормальных организмов тем более что они могут быть и на x-хромосоме и на y-хромосоме и мешать развитию самки но как правило эти копии это псевдогены и они сопряжены как раз с ретроэлементами с пабельными элементами лайн и лайн ретроэлементами вот эти вот две группы микротус у которых очень много всяких нарушений и такуда корючехвостые крысы крайне интересные здесь идет ссылка на такуда и минике у которых есть и x-y-хромосомы а дальше я буду рассказывать о тех такуда которые потеряли y-хромосомы частично по крайней у них почти нет y почти нет и срывая почти потому что фрагмент y извините и совсем нет и срывая фрагмент y переместился на x-хромосому просто случилась транслокация это очень частые вещи норме вещей и как бы скажем так у людей это происходит постоянно в человеческом динаме есть два вида этих токудая которые утратили и срывай и беда в том что эти оба вида находятся в красной книге и соответственно их очень трудно изучать мы уже час-десять работаем потому что дальше немножко ускорюсь и поэтому японцы перешли на работу с крыточными линиями а наши звери слепушонки которые сейчас описаны пять видов гораздо интереснее в этом плане их много вот эти виды фоновые просто их можно размножать и в частности вот у Антонии Докторовны их долго держит у себя в Иваре как и мы два подрода в одном подроде крупные слепушонки у них вроде бы все нормально XY и XX у второго вида утрачены Y-хромосомы утрачены СРВА и X0 в этом подроде у всех самцов и у самок с 2X размножаются они хорошо вот это вот наши снимки с ними вроде бы все хорошо даже у тех видов у которых нет Y и нет СРВА они подземные соответственно обуславливает их поведение опять же описано Антонию очень интересно вот в 95-м году уже было показано что нет СРВА это как раз работы Воронцов и Понов участвовали в этой работе вместе с Вальтером Джастом и затем Вальтер Джаст продолжал достаточно углубленно изучать генетику детерминации пола в основном на любые слуги тесты с которых нет хромосомы то есть были задействованы геносокс 9 и многие другие но тем не менее показать ничего не давалось в частности вот он участвовал в работе по энхансеру который может быть выключен с точки зрения из-за того что есть дилеция соответственно в энхансере геносокс 9 и она прослеживается у всех видов включая фоскопелису у которой Y-хромосомы это тогда навело на мысль что и с Y там тоже не все так просто самое удивительное что у докуда это уже японцы обнаружили в том же энхансере но другую дилецию и тоже посчитали что сокс 9 может не участвовать в детерминации пола и предложили свою схему и новый ген они тут предполагают что возможно другой ген участвует в детерминации пола и соответственно он именно воздействует на сокс 9 потому что предположить что такой важный ген который фактически включает весь пульт дилеции пола будет полностью выключен невозможно но оказалось что регуляция самого сокс 9 очень непроста и в 18 году выяснилось что там в разных тканях его регуляцию осуществляет минимум 50 энхансеров и соответственно тот тест энхансер на который мы рассчитывали анализируя слухушенок японцы соответственно куда скорее всего не работает отношение к детерминации пола а другой энхансер работает но пока дальше поэтому не прошла работа ни у кого мы тоже попытались посмотреть но наших мощностей не хватает вместе с тем интересно что помимо вот этой системы детерминации пола мы же должны учитывать и продукцию гомет правильно и было показано что на самом деле для того чтобы формировались сперматозоиды достаточно двух генов собственно сервай и вот этот гомолок которого это гомолок Y а есть такой же X и когда наконец были получены полные геномы слепушонок это долго добивался но к сожалению геномы были прочитаны плохо плохо аннотированы практически не аннотированы они лежат в джонбанке доступны но работать с ними практически невозможно и статья которая была опубликована по этим геномам показала много интересных моментов в частности и то что у слепушонок например вот этот ген который показан для мыши как участвующий в матогенезе также существует причем в виде гомолоков X и Y и также существуют некие характерные для Y для Y для Y хромосомы гены в геноме но не все и срывая все-таки нет вот это позволило нам проверить на каких именно хромосомах ну попытаться по крайней мере проверить существует ли во всех у всех видов у нас просто больше возможностей выборок и мы показали что да вот этот ген Y он существует в геномах и самцов и самок и тестенцов в скопирус у которых есть XXY но самое забавное что на нашей выборке оказалось что фрагменты и срывая существует и в геномах самок в скопирус то есть там где нет X-хромосомы по-видимому у этого вида была некая транслокация части Y на хромосомы но самое интересное это конечно с моей точки зрения виды с двумя X-хромосомами потому что у них много проблем проблемы связанные с ксистгеном и проблемы связанные с собственно терминацией пола еще в 10-м году вот с коллегами из общей генетики с которыми мы плодотворно работаем по сей день было показано что самочи и самцовый миоз различаются и различаются очень серьезно и наличием ярко выраженного букета в самочей хромосоме и полного как тогда полагали синописи X-хромосом и соответственно не отсутствием синописи хромосом у самцов но он очень другой так скажем и уже в 16-м году несмотря на полное совпадение структуры хромосом которые мы видим метафазных хромосом этих главных хоксов все равно есть разнокачественность у самцов и есть разнокачественность у разных видов слепушонок внутри сейчас насчитают на этих слепушонок но они все немножечко по-разному ведут себя в миозе здесь нет еще X с которым мы сейчас работаем дальше мы стали сотрудничать с испанской группой Jesus Page возглавляет эту группу и в этой работе удалось показать что на самом деле у самок тоже не все так просто у тех видов у которых 2X соответственно идет отсроченный синопис полного хромосом и поэтому мы выдвинули гипотезу о том что у нас формируется Y из X хромосом и в нашей статье в нашем обзоре с Сергеем Матвеевским изогеном мы считаем что фактически эволюция в двух подродах шла по-разному и собственно вот этим двигателем эволюции были именно половые хромосомы потому что если предположить что у общего редко наблюдалась дилеция как раз в Теско инфрансере и затем все шло по-разному то есть в одной ветви у нас терялся Y но потом X удваивался в другой ветке у нас соответственно все-таки происходили другие процессы и только у одного вида терялся Y но при этом у второго вида которым Y сохранялся независим происходили транслокации с половыми хромосомами то есть вы понимаете что в этой группе просто какой-то бурный всплеск процессов которые происходят в половых хромосомах вообще полевочи к которым относятся лепушонки страшно интересная группа и вот в прошлом году в Сайенс вышла работа по микроцерегонус давний такой излюбленный объект для исследователей в том числе Леона занимался этой полевкой но в частности здесь вот казалось что молекулярные генетики посчитали что в этой группе половые хромосомы у самцов это два X но один приходит от отца другой от матери а соответственно у самок только материнская X-хромосома и это достаточно сейчас я у меня схема к сожалению не ушла извините я вам не покажу эту схему но не важно на самом деле вот эти хромосомы очень отличаются морфологически и цитогенетики никогда бы не подумали что это одна и та же половая хромосома X и это большая проблема дело в том что это физически на хромосому то есть не видят как выглядят эти хромосомы так скажем под микроскопом могут быть всякие непонятные вещи и здесь еще один нюанс вот автор основной модели по эволюции этих половых хромосом совершенно не учитывал особенности миоза вы видите что здесь фактически мы наблюдаем отсутствие асимметрии миоза дело в том что в мужском миозе из одной клеточки мы получаем 4 гаммета в женском из одной клеточки мы получаем только одну и наличие эмметического драйва в этой ситуации оно крайне важно и вот видимо вот как раз в системе миоза и кроется вот эта особенность эволюции половых хромосом в данном случае вот в этой схеме я пыталась собрать вместе все что связано с инактивацией половых хромосом и особенностей в разных группах то есть если в норме мы видим систему когда инактивации эксапами сходят у самок только то у слепушонок например у которых нет Y-хромосом и СРВА у них есть ксист более того судя по всему мультикопийный но мы не видим инактивации хромосом в нашем минуте вот и куда есть хвостик от Y-хромосом но нет СРВА у орегонской полевки есть много копий и СРВА и есть инактивация как ни парадоксально у самцов у слепушонок подрода и ЛЮГИС нет и СРВА нет Y-хромосом есть инактивация у самцов и у самок и вот это большое разнообразие приводит к тому что мы видим очень интересную древолюцию несколько вопросов первое вот можете напреды числа вот здесь те слепушонки у которых 2Х пытались ли у них посмотреть которая X-хромосом у них инактивируется возможно вы имеете от отца или от матери да пытались посмотреть случайным образом пока у нас получается так хорошо а еще у кого-то из них не может работать какой-то механизм похожий на то что у насекомых это какой-то грибной комарик у которого пол полностью определяется запасом матричной РНК в ЦИТе да но здесь не может что-то такое же пока у нас нет подходов чтобы сделать это если бы это происходило то тогда скорее всего пометы были бы однополые нет у нас совершенно нормальное соотношение полов у нас роднополые пометы мы делали да как раз этот анализ не получается точно так же как вот здесь делался такой сеглибационный анализ уже давно для лютестинс и было показано что по маркерам соответственно что у нас нет наследования отцовской соответственно экскромосомы к сыну у нас тоже здесь все перемешано тоже это работа там 2005 года как у сумчатых у которых всегда инактивируется отцовская здесь одна хромосома и как бы логично предполагать что папина всегда идет к сыновьям правильно там могут быть просто и у тех и у других гометы двух видов и гометы и xx в смысле зиготы xx и зиготы 00 просто не развиваются и они не развиваются у нас соответственно смертность зигот 50% это показано летальность да можно предыдущий слайд не совсем было понятно где началось обсуждение про миотический драйв почему его надо учитывать дело в том что вот видите как здесь показано вот здесь всего как выдвигометы да на самом деле здесь 4 да здесь вообще-то говоря 1 да и поэтому вот именно там где 1 да получается что у нас влияние медического драйва существенно больше вот я потом дам ссылку на свою статью если позволите да в которой я делаю акцент именно на этом там в самом конце будет мы уже очень близки к концу просто я вас уже замучила чувствую час 25 так здесь я просто хотела показать что даже близких групп визьян видите очень разные игреки и вообще эволюция игрек хромосомы идет очень быстро и вот соответственно есть несколько интересных работ тоже по моделям формирования игрек хромосомы и вообще эволюции возможной потери хромосомы и вот последний вопрос возвращаясь к генам соответственно насколько меняется транскрипция эволюция транскрипции и что на это важно обращать внимание и вот эта безумная схема из статьи Кэппл которую стоит внимательно посмотреть если вы хотите заниматься этим и от нее можно отталкиваться именно если будет интересна проблема интергенции пола но это просто в конце чтобы показать что действительно вот это наше упрощенное понимание что пола термином с двумя хромосомами и что у нас всего один переключатель это в общем-то мифы да собственно вот последний слайд со статьей которая не хочет оставаться почему-то сейчас снова вот это вот статья которая недавно вышла и здесь собственно акцент сделан на медическом драйвере вот здесь не уверена что у меня хорошо получилось это описать потому что слишком много слишком много проблем связанных с этим но вот что удалось показать это то что есть целый ряд свежих работ которые опять возродили интерес именно к проблеме того что наши во-первых гометогенезы происходят по-разному и те мутации которые происходят в СОМе которые сейчас очень часто обращают внимание и есть целый тренд называть канцерогенезы связанно с этим проблемой эволюции что на мой взгляд абсолютно неверно и вот лицензент в частности мне порекомендовал ставить вопрос не вопрос а ссылку на работу по тасманийскому дьяволу фактически вид вымирает именно потому что его убивает рак у нас это в общем такая проблема немножко смешная может быть дело в том что те журналы которые исходно были ориентированы на эволюционные проблемы вдруг оказались задавлены и вот в этой всемирной системе анализа качества журналов вдруг сместились из первого квартеля в третий просто потому что в эту систему пришли журналы по анализу того как формируется рак они везде ставят ключевые слова эволюшн вот я например резкий противник такого понимания и вот как раз в этой статье опять же потому что приходится рецензировать много статей на грани двух этих пониманий мне просто хотелось сделать специальный акцент и я прошу вас тоже обращать внимание на то что сейчас идет некая смена подмена даже скорее понятия макроэмутация макроэволюция на вот некие модные достаточно термины связанные с эволюцией рака вот у нас появился вопрос можно посмотреть да донис макроэмутация 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 пары мы получили 12 поколений слепушонок это вот сейчас все в анализе у моей эспирантки и побочный результат там было несколько побочных интересных результатов во-первых мы разобрались с хромосомой поскольку там была частичная гомология хромосом это тоже сам по себе интересный результат плюс в какой-то момент выщипелись уродства по поводу того что пальчики разные получились и мы думали что мы сможем раскрутить генетику этого дела но это тоже оказалось очень сложно потому что это сложный достаточно каскад генов и вот что интересно у нас выщипелась одна линия где рождались только самцы причем самцы с очень крупными семенниками то есть это явно сбой сопряженный с каким-то из вот этих генов скорее всего СОКС-9 но мы бережем как бы этот материал для того чтобы провести полный анализ генетический возможный и возможно как-то подберемся к загадке детерминации пола этого вида или бистанкре а это наследовалось по какой линии по женской или по мужской нет у нас появилось дело в том что это была строгая бредная линия от одной самки одного самца соответственно где-то в шестом поколении у нас вдруг родились дети и мы скрещивали только брата сестра у нас гомозикотизация уже соответственно это должно облегчить анализ но это вот такой вот очень странный вдруг два выводка у них было таких имбредная депрессия скорее всего понятно что это имбредная депрессия что это гомозикотизация но почему-то были только однополые выводки только самцы и у них соответственно неправильно развивались гонады вот и я очень надеюсь что это такой маленький может быть ключик к детерминации пола правда один такой ключик уже был в свое время у нас родился гермафродит причем настоящий были сформированы и соответственно мужские и женские гонады и звереныш был бесплоден к сожалению он был проанализирован Вальтер Джастен но к сожалению полный геном из него не удался может быть это бы что-то нам тоже дало но скорее всего здесь было именно нарушение развития вот скорее всего о чем был вопрос это формирование поддерживающих клеток а можно еще вопрос у вас был слайд на котором вы демонстрировали разное скажем так статус по половым хромосомам разных видов слепушат и вот как раз там где пол вот слепушон подрода элобиус идет инактивация одной из хромосом и вы сказали что это происходит случайным образом а может ли быть это связанность вот скажем так определяющим пол будущего вот этого слепушонка будет зависеть от того какая из хромосом папина или мамина была инактивирована в тех клетках с которых потом будут развиваться вот именно скажем так органы половые или это не коррелирует эти моменты потому что это на ранних же стадиях происходит инактивация потом сохраняется методических делениях да методических подходов чтобы это посмотреть нет а понятно это сложно сделать это очень сложно сделать но мы сейчас немножко другим путем пошли мы стали смотреть межвидовую изменчивость попытаться посмотреть вообще вообще эксист это потрясающий ген его продукт это длинная некодирующая рынка и вот уже это приводит к тому что его очень трудно анализировать потому что оказалось что продукт содержит вот это самое длинная некодирующая рынка она может содержать разное количество делиции и вставок и просто получить элаймент безумно трудно группа Закиян очень давно с этим работает на полевках мы собственно попытались их работы взять как такой пример вот и попытаться туда копать в эту сторону но это как бы вот именно генетическая структура межвидовая сейчас очень тоже интересные результаты здесь появились а вот по тому как это работает это даже не сделано для модельных объектов то есть для мышей это тоже очень в общем да тут куда ни возьми все интересно эволюция половых хробосом как-то коррелирует с моделью полового поведения в каком смысле в смысле подаварный турнирный вид больше ар-стратегия к-стратегия вот думаю что нет но тут скорее может быть Антонин Вектор что-то ответит но дело в том что сколько я знаю поведение ригунской полевки не изучено вообще я читала что по-моему наблюдался наблюдалась мутация супер хромосона которая умеет инактивировать Y как вторую X вот и получается самка вне зависимости от того какая вторая хромосома вот и это вроде как связывает именно с турнирностью вида с поведением это в общем не связано а вот про то куда я ничего не знаю не уверена что изучено всякие вещи связанные с половым поведением системой спаривания а все виды о которых шла речь другие то есть китайские полевки орегонская полевка слепушонки их объединяет во-первых моногомия во-вторых склонность к кооперативному поведению и склонность к подземному образу жизни во всяком случае это китайская полевка у китайской полевки несколько половых хомосом а здесь как бы X0 и 2XA то есть система это разная ну мне просто кажется что кооперативная система размножения и подземная в этой жизни может облегчать фиксацию каких-то аномалий которые могут приводить к снижению репродуктивного успеха и может быть даже у какой-то части особи вообще к отсутствию плодовитости скажем у китайских полевок один из вариантов комбинации половых хромосом самки практически нефертильны то есть они обладают резко аномальная совершенно про китайскую полевку я лучше знаю ситуация она у нормального вида где нет предрасположенности к ну скажем к помощничеству да их кооперации она должна была жестко отбраковываться как мне кажется отбором а при системе размножения где часть китайской полевки у слепушонок эта система может сохраняться вот мне кажется тут такая связь то есть это может быть какая-то реадостация к раению как у тех же голых землекопов ну кооперативное размножение в общем шаг в сторону социальности просто это континуум и китайские полевки в самом начале этого континуума да слепушонки почти уже землекопы по-видиму ну и мне кажется что это связанные вещи ну то есть они связаны у полных землекопов что с определением пола все в порядке как-то это сравнивать все в порядке как обычно по-моему там нормально но и у них и у слепушона гипогнадизм если это тоже как бы такой факт который интересен и скорее всего не случайно эта комбинация да то есть у слепушона характерно вообще совершенно аномальное состояние ганат и по-видиму системы гипоталама гипофизиальная всего что связано с размножением тоже это может быть как-то связано с хромосомными аномалиями но опять же это спекуляция этого никто не изучал извините разрешите вопрос да конечно скажите пожалуйста вы в начале доклада упоминали если я правильно услышала сексом концепция да вы не могли бы пояснить что это такое раскрыть это понятие и вот вы ее противоставляли какой-то другой концепции поясните пожалуйста о чем шла речь речь шла о том что на самом деле мы очень разные буквально с момента так сказать первых делений и с этой точки зрения очень важно когда происходит анализ у другого тех же транскриптомов например надо обращать внимание на то не только на какой стадии собственно было что-то сделано но и соответственно на пол а на самом деле это так сказать объективная реальность поэтому не хотелось бы уходить как бы в проблемы связанные с человеком но в принципе действительно в формировании того же мозга морфологические различия которые мы считаем нормальными у животных они же присутствуют и у человека и вот это вот достаточно скользкая тема который который как бы на западе в принципе стараются сейчас избегать но поскольку она связана с неким ограничением прав свобод и так далее но реально это биологическая реальность и я думаю что в принципе при проведении всякого рода морфологических работ зоологических мы так воспитаны в нашей школе зоологии что мы всегда обращаем на это внимание в чем концерт избегать что разные мужской и женский пол я не очень поняла концерт и от чего он отличается вы ее противоставляли какой-то второй концепции что-то связанное с гонадами да то есть мне так показалось да вот этот автор который и в чем они формулируются одна и вторая с моей точки зрения разница в том что та система которая сложилась в нашей научной литературе она всегда циклична то есть вот на данном этапе изучения циклика была такова что все молекулярные работы ушли в анализ соответственно детерминации пола связанной с гонадами соответственно физиологического развития связанной с гонадами а концепция сексома пыталась переключить это еще к тому же и на развитие мозга и на развитие поведения которое связано с физическими ну так сказать с морфологическими структурами мозга которые формируются по-разному у самцов ну собственно вот этот акцент и был но это может быть такой немножко популистский как бы подход судя по всему вот этот автор он собственно привлекал тем самым внимание к своим работам но вместе с тем этот фактор действительно нужно учитывать особенно вот при различных у нас просто в институте очень много народа работает с болезнью Паркинсона например и для них вот этот отсыл к сексомам был несколько неожиданным то есть они на самом деле не придавали этому значения хотя выборки всегда идут ранжированные соответственно разделенные точнее по уху спасибо все видимо уже устали да может быть я поблагодарю в этом же немало просто особенности человеческого мышления с необходимостью все делить на категории ну да вот потому что это же все равно природа не разделяет так же как нет четкой границы вида простите маленькое замечание просто я недавно искала читала достаточно много подряд статей про полипозий и обратила внимание что если в статьях 60-х и 70-х годов размножающийся пол однозначно называют мужским то где-то начиная с конца 80-х 90-х его начинают все чаще и чаще называть вторичным женским почему вы помните какая-то система там это паразитическое стрекающее у которых самки не участвуют размножение вообще у них чаще всего гонады закладываются а потом просто сами с собой рассасываются а в сперматозоидах там происходит деление похожее немножко на оогенез то есть там тоже только одна один сперматозоид получается остальные как будто полярная тельца одно из которых присоединяется обратно в сперматозоид получается двуядерная клетка одно из ядер удваивается и получается диплоидный набор а второй там вообще делится очень много раз получается полиплоидный порядка 500 что ли вот и собственно размножаются по сути дела только обладатели мужских ганат и вот их последнее время я обратила внимание стали называть вторичным женским полом да интересно ну как вы понимаете я больше работаю с мелькопитающими поэтому тут свой уклон да в том числе с наверное пора заканчивать Екатерина спасибо вам большое как можно получить копию презентации я сделаю я сделаю pdf и тогда вот Екатерине вышли хорошо да вы можете мне отправить и тогда я опубликую эту информацию а для каких-то еще вопросов времени уже у вас нет мне кажется все уже устали мы уже можно просто спросить как-то вроде кто-то появлялся там включали камеру может быть есть еще какие-то вопросы у аудитории ну или если нет то тогда я остановлю запись вот вот Продолжение следует...